Здравствуйте, ребята! Я рада новой встрече с вами. Начнем урок биологии. Тема нашего сегодняшнего урока – тип членистоногие, класс насекомые. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с общей характеристикой класса насекомые, изучим их внешнее и внутреннее строение, узнаем об их роли в природе и жизни человека. Насекомые являются одними из древнейших представителей животного мира нашей планеты. Самый крупный класс животных относится к членистоногим, беспозвоночным, многоклеточным животным. Их насчитывают несколько миллионов видов. Расселение насекомых постепенно с течением времени произошло по всей Земле. Их вы можете встретить как в жарких странах Африки, так и в умеренных широтах Северной Европы. Даже в полярных областях и безводных пустынях насекомые смогли адаптироваться к жизни. Существуют также и домашние насекомые, которые приспосабливаются жить в непосредственной близости от человека. Насекомые адаптировались почти ко всем средам обитания. Наиболее обильны они в тропиках и в областях с теплым умеренным климатом. Однако некоторые виды постоянно обитают даже в Антарктике. Большинство видов наземные, но известны и формы, плавающие на поверхности океана или ведущие земноводный образ жизни на его берегах. Насекомые встречаются в реках и в озерах, в самых сухих пустынях и глубоких пещерах. Некоторые виды регулярно совершают длинные перелеты, тогда как у других особей проводят почти все или всю жизнь внутри маленькой норки, одного плода или даже семечка. Характерными признаками насекомых являются сравнительно мелкие размеры, три пары ног и две пары крыльев, у ряда форм одна или две или обе отсутствуют. Сегментированное тело с членистыми придатками, покрытое более или менее твердым наружным скелетом, в состав которого входит хитин. Тело отчетливо подразделяется на голову, грудь, брюшка. На голове есть два усика, это органы обоняния и осязания, ротовой аппарат, а также глаза сложного и простого строения. Отличительными особенностями внутреннего строения насекомых являются в дыхательной системе множество трахей, пронизывающих все тело и открывающихся наружу с помощью дыхалиц. Пищеварительная система насекомых состоит из кишечного тракта и пищеварительных желез. У большинства насекомых имеются слювные железа. Кровеносная система насекомых не ограничивается спинным сосудом. Спинной сосуд представлен сердцем, отделан несущим первоначально расположенные по сегментно пары остей, отверстия, через которые кровь поступает в полость сердца и аортой, лишенной остей. Нервная система насекомых, как и у прочих членистоногих, исходно построена по типу брюшной нервной цепочки. Центральная нервная система включает головной мозг, подглоточные ганглии и сегментарные ганглии брюшной нервной цепочки, расположенные в туловище. Кишечник разделен на три отдела передняя кишка, средняя кишка и задняя кишка. У большинства насекомых органами выделения служат мальпигиевые сосуды и задняя кишка. Они имеют вид трубочек, открывающихся на границе средний и задний кишок. Половая система насекомых представлена у самцов половыми железами, семянниками, семя протоками, семянными пузырьками и семяизвергательным каналом. У самок представлено двумя яичниками и половыми путями. Органы чувств. У насекомых имеются множество различных рецепторов, чувствительных к определенным раздражителям. Рецепторы насекомых очень разнообразны. У насекомых есть механорецепторы, это слуховые рецепторы, проприоцепторы, фоторецепторы, терморецепторы, хеморецепторы. С их помощью насекомых улавливают энергию излучений в виде тепла и света, механические вибрации, включая широкий диапазон звуков, механическое давление, силу тяжести, концентрацию в воздухе водяных паров и летучих веществ, а также множество других факторов. Насекомые обладают развитым чувством обоняния и вкуса. Очень необычные у насекомых глаза. Они у них восеточные, то есть состоят из ячеек, а также насекомые обладают развитым обонятельным аппаратом. Восприятие запахов осуществляется благодаря хеморецепторам, обонятельным сенсилам, расположенным на узиках. Одним из приспособлений для питания у насекомых является разнообразие ротовых аппаратов. Ротовой аппарат состоит из верхней челюсти, мандибулы или жвалы, верхней и нижней кубы. Исходным типом ротовых органов является грызущий ротовой аппарат. Он предназначен для разрывания и поглощения более или менее твердой пищи. Примеры тараканы, саранча, кузнечики, шуки, рогохвосты, пилельщики, муравьи. У хищников ротовой аппарат вооружен изнутри сильными и острыми зубцами и жвалы вытянутые. У растительноядных видов жвалы более широкие. У общественных насекомых они служат для защиты и нападения. И особо сильно развита у каста солдат. Это муравьи и термиты. Грызущий-лижущий ротовой аппарат характерен для жалящих перепончатокрылых, посвящающих цветковые растения для потребления нектара. Это пчелы, шмели, осы. Их верхние челюсти и верхняя куба устроены так же, как и в грызущем ротовом аппарате. Лижущий ротовой аппарат возник у мух и приспособлен к употреблению жидкой, так и твердой пищи. Колющий-сосущий ротовой аппарат развился у насекомых для потребления жидкой пищи. Для этого им необходимо прокалывать пищевой субстрат. Примеры. Клопы, постельные клопы, водомерки, равнокрылые, это тли, цикады, червецы и щитовки. Комары, вши, блохи, трипсы и другие насекомые. Трубчатый сосущий ротовой аппарат характерен для бабочек, у которых прием пища не сопровождается проколом пищевого субстрата. Значение насекомых в природе велико. Они могут приносить огромный вред растительности и сильно досаждать животным, включая человека. Ряд форм, например, среди бабочек, стрекоз и жуков, относятся к красивейшим творениям природы. Насекомые питаются почти всеми живыми существами и продуктами их жизнедеятельности и сами служат основным кормом многих животных и даже некоторых растений. Исключительно насекомыми питаются некоторые рыбы и птицы. Так, например, насекомоядные или плотоядные растения, растянки и венерино-мухоловка обладают специальными структурами, позволяющими ловить и переваривать насекомых. Однако для регулирования их численности гораздо важнее то, что многие их виды паразитируют на других или на разных стадиях жизненного цикла, выступают в роли хищников, истребляющих других насекомых. Хотя немало насекомых принято считать вредителями, подавляющее большинство их приносит человеку пользу, например, опыляя растения и способствуя образованию плодов и семян. Морфология насекомых весьма разнообразна. Наиболее важные признаки, объединяющие этот класс, это развитие трех пар ног, подразделения тела на три отдела – голову, грудь, брюшка. Крылья развиты не у всех представителей класса насекомые, а у личинок, как мы знаем, они отсутствуют вовсе. Вообще, рассуждая о морфологии фаз жизненного цикла насекомых – яйцо, личинка, куколка и мага – можно сделать интересный вывод об эволюционной родственности, скажем, личинки и кольчицов, ведь они очень внешне похожи. Тело насекомого разделено на сегменты, границы между которыми имеют вид насечек. От слов «насечки» или «насекать» и возник термин «насекомые». Как представители типа членистоногие вместе с ракообразными и паукообразными, они имеют твердые покровы – это наружный скелет, состоящий из белковоподобного органического соединения – хитина. Правда, если проводить сравнительный анализ между паукообразными и насекомыми, то можно сделать вывод о большей твердости наружного скелета у насекомых, нежели у паукообразных. У каких еще животных имеется наружный скелет? Какой еще вид скелета существует и чем они различаются между собой? Что такое хитин? И где именно еще встречается подобное соединение? Для каких целей оно служит? Интересен научный факт – прочность наружного скелета намного больше, чем прочность внутреннего скелета любого животного. Еще одной особенностью является сравнительный малый размер насекомых. Эта особенность связана опять-таки с особенностями наружного скелета. С другой стороны, маленькие размеры дали значительные преимущества для освоения пространства в различных следах обитания. Так, на нашей планете существует более двух миллионов видов насекомых, на долю которого приходится 70% от общего числа видов всех животных. Так, на каждые 10 видов животных 7 являются насекомыми. Как мы уже знаем, у насекомых три пары ног. Количество конечностей оправдано, ведь в каждый момент времени тело насекомого опирается на три ноги. Переднюю и заднюю на одной стороне и среднюю с противоположной. Следующий момент уже выглядит так же, но с разницей в том, что конечности сменяются, сохраняя все то же правило. Опора опять происходит только на три конечности. Голова насекомого иногда имеет округлую форму, иногда весьма причудливо вытянутая в длинных оботок, как у бабочек. То снабжена рогом, как у жуков-носорогов, то имеет сильно развитые челюсти, как у жука-оленя. В любом случае форма головы и строение ротового аппарата зависит от образа жизни и особенности питания каждого отдельно взятого отряда насекомого. Грызущий тип ротового аппарата выглядит так благодаря выраженным верхним и нижним челюстям. Верхние челюсти, жвалы, это утолщенные крепкие пластины с острыми краями, способными двигаться только в горизонтальном направлении. Дно ротовой полости, нижняя губа и нижняя челюсть участвуют в обработке пищи. Сверху ротовая полость обычно прикрывается еще одной пластиной, верхней губой. Еще один тип ротового аппарата, сосущий или лежущий, связан с необходимостью питаться жидкой или полужидкой пищей. Ротовые органы преобразованы в хоботок со специальным каналом внутри, благодаря которому всасываемая пища продвигается в ротовую полость. Самыми развитыми у насекомых являются органы зрения, обоняния и осязания. Два глаза насекомого имеют очень своеобразное строение, состоят из мельчайших глазок, фасеток, дающих мозаичное изображение. Это дает возможность расширить поле зрения, расширять, будто выдвигая подзорную трубу или уменьшать предмет, представляющий интерес для насекомого. Грудной отдел состоит из трех частей, сегментов, в них сосредоточены органы движения. Снизу к грудной части ноги, а сверху по паре крыльев. Ноги насекомых состоят, как и грудь, из частей, члеников. При всем многообразии строения ножек оно сводится к следующим вариантам. Передние ножки выполняют копательные или хватательные функции, а задние плавательные или прыгательные. Примером роющих конечностей являются ноги медведки, хватательных – богомола, задние прыгательные – кузнечика, задние плавательные – плавунца. Крылья – это органы для воздушного перемещения насекомого, однако они есть не у всех. К примеру, у паразитических форм насекомых – вши, блохи – крылья отсутствуют. Особенности полета меняются в зависимости от принадлежности к отряду. Так, жесткокрылые осуществляют перелеты с помощью одной пары крыльев – задней, а передние крылья создают тяговую силу. Они отводятся в разные стороны и приобретают вид несущих плоскостей. Форма и характер складывания крыльев также могут быть различны. Древние насекомые, стрекозы, в покое держат крылья, расправленные в сторону, а бабочки, веслокрылки и прочие складывают крылья вдоль тела. Число колебаний крыльев у некоторых насекомых бывает значительным. У комара она достигает 500-600 взмахов в секунду, у ряда представителей двух крылах – до 1000. Полет насекомых является одним из первых удачных попыток к перемещению по воздуху. Полет насекомых быстрый, маневренный, с помощью которого любой из насекомых, имеющий крылья, способен покрывать большие расстояния. Внутреннее строение насекомых достаточно сложное. Пищеварительная система имеет три основных отдела, каждый из которых выполняет специфические рабочие функции. Передний отдел служит для измельчения и переработки пищи, средний – для переваривания и всасывания, задний – для выведения остатков наружу и всасывания воды. К слову, это универсальная модель организации пищеварительной системы, в том числе и у позвоночных животных. Выделительная система устроена своеобразно. Она представляет собой системы трубочек, расположенных в полости тела. На одном конце трубочки мальпегиевые сосуды замкнуты, на другом впадают в кишечник. Дыхательная система представлена системой трахей, а главный трахейный ствол открывается наружу отверстием, которое называется дыхальцем. Кислород, поступающий в систему трахей, диффундирует в органы, а углекислый газ выводится через трахеи, а также через покровы тела. Как известно, насекомые не имеют постоянной температуры, поэтому у них имеется система теплорегуляции с помощью дыхательных движений. Нервная система насекомых достаточно сложна. Состоит из надглоточного кангле и брюшной цепочки. Сложность, социальность многих насекомых отмечается увеличенным размером головного мозга и укропнением нервных узлов за счет слияния нервных клеток. Помимо центральной нервной системы у насекомых имеется вегетативная симпатическая нервная система. Система органов размножения представлена у самок парными яичниками, переходящими в трубчатый яйцевод. Зрелые яйца направляются по яйцеводу. Половые органы самца состоят из двух семенников, переходящих в семя проводы. Таким образом, становится понятным, что насекомые раздельно полые, хотя нужно знать о том, что среди них могут быть и гермафродиты. Это особи, объединяющие внешние и внутренние признаки обоих полов. Эндокринная система работает на поддержание полового статуса каждой особи. В частности, секреты, выделяемые протоками желез самок, могут способствовать приклеиванию, склеиванию яиц, обволакиванию слизью. Выделяют насекомые и феромоны – это активные химические вещества для опознавания особи. Размножение – это совокупность сложных биологических процессов, обеспечивающих увеличение численности организмов. Как и у большинства организмов, процесс готовности к размножению наступает после предварительных периодов питания, роста, развития молодого поколения насекомых. Важно понимать, что большинство насекомых не достигает периода зрелости, готовности к размножению и погибает вследствие разных причин. Эта массовая гибель в ходе развития и роста имеет важные биологические последствия для вида, поскольку слишком большие потери могут привести к видовому сокращению. Поэтому, как правило, насекомые имеют огромные возможности для воссоздания численности своих видов, большую плодовитость и значительные способности к адаптации в разных, подчас очень сложных условиях. Только за один сезон обыкновенная муха может отложить до 500 яиц. Конечно, такое огромное количество насекомых в реальных условиях не выживает. Они истребляются хищниками, погибают от влияния низких или высоких температур. Вместе с тем есть определенное количество насекомых, которое каждый год пребывает, возобновляя численность популяции или вида. Кстати говоря, некоторые насекомые откладывают не яйца, а личинки, которые развелись внутри самки. Такое живорождение, безусловно, является приспособлением для сохранения численности вида. Из одного яйца выходит, как правило, одна личинка. Однако бывают иные случаи, когда яйцо многократно дробится, из него образуется множество личинок. Следующая фаза жизненного цикла насекомого после стадии яйца носит название личинки. Личинки – это мелкие и очень активно питающиеся, быстро увеличивающиеся в размерах организмы. Тело личинок покрыто хитиновым, духовоподобным веществом, однако оно более мягкое, чем у взрослых насекомых. Личинка растет. Хитиновая оболочка, будучи все-таки твердой, может помешать быстро увеличиваться в размерах. Поэтому наступает время линьки, в ходе которой личинка сбрасывает старую оболочку. Она постепенно сползает к заднему концу тела и приобретает новую. Новая оболочка личинки быстро отвердевает на воздухе и приобретает необходимую для защиты от повреждения твердость. Подготовка к линьке, которых, кстати, может быть от 3 до 6, это сложный процесс, управляемый гормонами. Внешний вид личинок многообразен и зависит от той среды, в которой они живут. Постепенно от линьки к линьке размеры личинки увеличиваются. У них могут появиться зачатки крыльев или орган размножения. После последней линьки появляется насекомое, способное расселяться и размножаться. Однако не все так просто осуществляется у насекомых, чьи фазы жизненного цикла проходят в разных средах. Например, майский жук. Так личинка майского жука развивается в почве, питается частями корневых систем растений, а взрослое насекомое живет в открытом пространстве на растениях. Поэтому взрослое насекомое не похоже на личинку. Личинка майского жука имеет толстое серое тело, согнутое, снабженное массивными органами для разгрызания корешков. Такое значительное отличие двух фаз жизненного цикла предполагает целый ряд основательных перестроек наружных и внутренних органов личинки в органы взрослого насекомого. Возможно, поэтому часто жизненные фазы не ограничиваются только личинкой и взрослой формой. Куколка – это покоящаяся форма, у которой, в отличие от личинки, не происходит ни процессов питания, ни роста, ни передвижения. Куколка формируется из личинки перед последней еленькой и уже носит слегка напоминающие взрослое насекомое признаки. Тут можно различать ноги, усики, крыловые чехлы. Личинки перед окукливанием очень часто строят укрытие, поскольку куколка очень уязвима и беззащитна. К примеру, гусеницы многих бабочек сооружают кокон, некоторые жуки окукливаются в пещерках и прочее. По достижению определенного времени куколка опять начинает свои превращения. Ее шкурка лопается, часть органов распадается, иные подвергаются основательной перестройке. Такая оленька продолжается несколько часов. В первые часы после литки крылья и покрова у насекомого мягкие, практически без пигмента, природной краски, дающий цвет. После того, как все части тела отвердеют, насекомое способно к полету, добыванию пищи, размножению. Таким образом, мы можем назвать два типа развития насекомого. Развитие с полным превращением. В нем четыре фазы. Включают в себя яйцо, личинку, куколку, взрослое насекомое. Оно присуще стрекоза, богомола, веснянка, прямокрыла. Развитие с неполным превращением в нем три фазы. Включают в себя яйцо, личинку и взрослое насекомое. Так размножаются бабочки, жуки, мухи, осы, муравьи. Говоря о фазе взрослого насекомого, важно упомянуть о биологическом термине имаго. Имаго – это окончательная стадия индивидуального развития насекомого, который имеет оформленные крылья и половые придатки. Иными словами, имаго – это фаза, при которой насекомое может активно перемещаться, питаться и размножаться. Однако важно знать, что у насекомых с фазой имаго всего несколько дней отсутствует способность питаться, например, паденки. Для того, чтобы насекомое достигло этой фазы, ему нужно пройти сложную цепь превращений. Половой деморфизм особенно выражен у насекомых, которые имеют общественную, социальную организацию жизни. В связи с этим есть разделение на касты или формы – самки, самцы, рабочие особи и прочее. Как правило, внешне более ярко и выразительно выглядят самцы, самочки более скромно. Яркость и выразительность достигаются за счет больших выростов, например, рога ужика оленя, мандибулы усиков или крыльев. Такое разнообразие форм, особенности проявления половых признаков гарантируют определенную жизнестойкость вида. Помимо полового деморфизма в природе встречается фазовый, возрастной и сезонный деморфизм. Фазовый деморфизм – это расхождение внешних признаков и физиологических особенностей насекомых в ситуациях, требующих подстройки под определенный процесс в жизненном цикле насекомого. Например, палочник, ведущий малоактивный образ жизни, вступая в фазу размножения, становится чрезвычайно активным. Возрастной деморфизм – это уже знакомая нам цепочка превращений из яйца в личинку, из личинки в куколку, из куколки в имага. Сезонный деморфизм или сезонная изменчивость – это способность изменять морфологию тела, в частности окраску, в зависимости от температуры смены времен года, как у клопов-солдатиков. Какие выводы можем сделать сегодня на уроке, ребята? Тело насекомых состоит из трех отделов – голова, грудь, брюшко. На голове располагается одна пара сложных глаз, иногда простые глаза – ротовой аппарат, образованы видоизмененными конечностями – усики. Грудь носна система не замкнута. Развитие у многих форм сопровождается сложным превращением личиночной стадии во взрослый организм. По образу жизни встречаются летающие, бегающие, роющие, плавающие формы. Ребята, спасибо за внимание! До новых встреч! До свидания!